Вспышка молнии, не было такого события, понимаете, вот я шел-шел-шел, чего-то добивался, но я человек такой рефлексирующий, я осмысливаю себя, свое место в мире, положение в обществе, и я смотрел на это и думал, а что? Что мне делать, как быть? Я очень хотел стать юристом, я стал судьей, работал судьей, потом адвокатом, мне это было очень интересно, я приходил и мог часами обсуждать какое-то дело уголовное или гражданское, я любил читать эти судебные дела, начинаешь с конца, там пролистал, здесь, там посмотрел, все это было очень интересно. В какой-то момент наступила усталость, и я перестал видеть новое в этой работе, а я люблю всегда что-то новое, что-то интересное. Наука, я достаточно скептически сейчас отношусь к состоянию всех общественных наук в России, я считаю, что они излишне формализованы, и я очень скептически отношусь к своим научным трудам, очень скептически, потому что если бы я заново делал, я бы этого не делал, либо делал не так. Слишком много формальностей, наукообразия, я считаю, что тексты должны быть во много раз короче, и основные как бы смысловые вещи. Мы загружаем своих читателей огромным количеством знаков, которые не нужно смотреть, читать, потому что ничего нового не дают. Надо все короче делать, и говорить короче, действовать короче, писать короче, и более четко. И так же в личной жизни исчерпались отношения наши с моей женой, которая мне подарила прекрасных детей. Пока мы вместе добивались успеха в жизни, в таком материальном, воспитывали детей, строили дом, карьера, зарабатывали деньги, чтобы стоять на ногах, нас это объединяло. Потом почувствовали отчуждение, расхождение, но прежде всего такое внутреннее, личностное. У меня было такое желание уйти, может быть, в музыку, с собой, себя чувствовать. Я был такой, ложусь спать и слышу песни Высоцкого, причем даже такие, которые не слышал. Я серьезно говорю, такие вещи были. Я взял и записал диск даже, ну просто для себя, для друзей, называется «Мой Высоцкий». А сейчас Гарик Сукачев с таким же названием сделал диск. Но он профессионал, а я делал для себя, просто это у меня первый такой опыт, просто хотелось попеть для себя и услышать со стороны. Потом как-то это пошло дальше, захотелось песни свои иметь, в идеале написанные собою, но это неважно. Иногда просто что-то очень нравится, стихотворение какое-то или какая-то музыка. Поэтому сейчас вот мы с моими друзьями готовим диск, он будет называться, скорее всего, «Свобода», такое название условное, там песня «Свобода». Это совпадает с моими личными переживаниями какими-то. Вот я был обременен какими-то обязательствами, там, общественными, государственными, а сейчас я фактически свободен. Я вот могу сейчас с вами разговаривать, могу повернуться, уехать, я не обязан этого делать. Я могу заниматься адвокатурой, могу заниматься бизнесом, могу ничем не заниматься, поехать путешествовать и жить под ножным кормом, например. Если перед детьми своей, перед женой я свои основные обязательства выполнил, они обеспечены материально, сын уже там кандидат в юристик наук, работает, зарабатывает. Дочка еще маленькая, я, конечно, помогаю материально ей, я, конечно, с ней общаюсь, но тоже, в принципе, стоит на ногах. Тоже, в принципе, стоит на ногах, поэтому я сейчас думаю, почему мне не реализовать себя в чем-то еще. Вот я хочу, я хочу сделать какой-то интересный, красивый бизнес-проект, который доставлял бы удовольствие самому, чтобы вот, это тоже творчество, бизнес это тоже творчество. Я хочу записать такую песню, которую люди бы пели, чтобы она им нравилась, ну, то, что называется хит. Ну, вот, мне хочу, главное, чтобы ее пели не потому, что ее вдалбливали, а потому, что людям хочется ее петь, повторять. Вот, мне хочется что-то написать такое, что-то искреннее, откровенное, в прозе, что-то такое. Ну, это еще более сложно, время для этого есть, поэтому это в долгую. Ну, и, конечно.